Тенеу-Йорк Тимис, США, в Японии в результате нападения одна школьница погибла, и еще 15 получили ранения. Матока Рич, Хисакуина, Тенеу-Йорк Тимис, США, 28 мая 2019 года. Кавасаки, Япония, как сообщила полиция, утром во вторник на автобусной остановке мужчина ранил ножом как минимум 18 человек, в том числе 16 детей, после чего он нанес себе смертельное ножевое ранение. Одна из девочек, подвергшихся атаке в пригороде к юго-западу от Токио, скончалась. Японская телерадиокомпания НХК сообщила, что все дети, подвергшиеся нападению, были девочками. После нападения на детей мужчина, которому на вид было немногим за 50, нанес себе ножевое ранение в шее и позже скончался. Это нападение произошло в Набарито-Син-Мачи в городе Кавасаки. 57-летний Тасихика Иси, Тошичи Каиши, сидел на скамейке недалеко от места нападения, когда он услышал, как дети кричали, что им страшно. Нападавший кричал на японском, я вас убью. По словам очевидцев, нападение произошло в тот момент, когда дети стояли на остановке и ждали автобус, который должен был доставить их в местную католическую школу Кэритас, Чаритас. Чаритас – это частная школа, которой управляют канадские миссионеры и которая является единственной католической школой в Кавасаке. Она была основана в 1961 году, и на тот момент в нее входили средние и старшие школы. В 1963 году были открыты начальные классы. В 2017 году в этой школе учили 648 детей и работал 51 учитель. После атаки родители забрали своих детей с занятий в школе Кэритас, администрация которой попросила родителей не давать интервью репортерам. Насильственные преступления, особенно массовые убийства, случаются в Японии редко. Три года назад бывший сотрудник Центра о помощи людям с ограниченными возможностями совершил в этом центре в Сагаме хоронопадение, в результате которого погибло 19 человек. Это стало самым кровавым массовым убийством со времен Второй мировой войны. Нападение на школьниц нарушило покой в этом квартале в самом начале рабочего дня. 89-летняя Акина Кавата, Акина Кавата, только что вышла из дома, чтобы забрать утреннюю газету, когда она увидела мужчину, который лежал на боку всего в нескольких шагах от нее дома. Мужчина был без сознания, и на его теле были видны раны. Она также увидела раненую молодую женщину, которая вместе со своим сыном двигалась в сторону парковки расположенного рядом супермаркета фамилии Март, фамилии Март. Эту женщину почти сразу окружили прохожие, которые подбадривали ее и пытались помочь ей. По словам Кавата, пока жертвы нападения ждали машины скорой помощи, три врача из расположенной рядом семейной клиники поспешили им на помощь. 79-летний Хидихару Накаима, Идиару Накаима, проснулся в 7.45 от отчаянных криков детей. На улице он увидел девочек, в страхе сбившихся в кучу, и подъезжающие машиной скорой помощи. Через улицу от дома Накаима на земле лежал мужчина, которому врач уже проводил сердечно-легочную реанимацию. Он также увидел другого мужчину, который лежал в луже крови рядом с автобусной остановкой. Полиция называла этого человека подозреваемым. Сотрудники службы скорой помощи положили его на носилки, когда он, казалось, еще был в сознании. Это нападение на детей произошло в последний день официального визита президента США Дональда Трампа в Японию. Вместе с премьер-министром Японии Синдзо Бео находились на борту японского военного корабля и приветствовал американских военнослужащих, когда поступили новости о нападении в Кавасаке, которое президент прокомментировал, находясь на корабле. От имени первой леди и от себя лично я хотел бы помолиться и выразиться болезнования жертвам нападения, произошедшего сегодня утром в Токио, сказал Трамп. Американский народ скорбит вместе с японским народом по жертвам их семьям. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.